товарищи всем привет вот это вот банка с красивым с красивым красивым напитком с пивом домашним это мой неудавшийся эксперимент я пытался закарбонизировать пиво в банке закручивающейся крышкой потому что мне надоело мыть бутылки вот особенно когда там пиво 20-30 литров да и его нужно все разлить по бутылкам я думал вот такие вот банки это панацея но как оказалось нет она при определенном при определенном давлении внутри а нос начинает пропускать крышка начинает пропускать углекислые газы и пиво не карбонизируется в общем это это очень вкусное пиво но к сожалению она не закарбонизированная без газов и вот я решил не выливать вот эти вот два ну тут меньше двух потому что вчера уже немножко попробовал не очень честно вкусная вроде бы вкус есть и на запах она прям классная бомбическая но вот не то и пенки там не шибко много и в общем вот и вместо того чтобы его выливать я решил сегодня приготовить мясо вот это вот говядину замечательно это щеки говяжьи щеки и кусочек антрикота у меня лежал в морозильнике вот я вот тоже решил так чисто по фану приготовить в пиве затушить это все зажарить в общем будет вкусно я не первый раз это делаю и уже сейчас могу сказать что это будет вкусно так вот нам нужно будет 4 луковицы 45 зависимости от того насколько вы сильно любите лук нам нужен будет небольшое количество базилика вообще изначально в рецепте в этом была сушеная мята но сушеную мяту как-то меня не очень вставляет сушеная мята не вставляет поэтому будет базилик базилик мне нравится больше морковка для цвета ну и соответственно мясо как я сказал уже антрикотик и у меня вот в морозильнике были вот эти щеки щеки это вообще на самом деле очень классная штука когда их тушишь они прям ну все увидите дальше нам нужно будет некоторое количество перца соли и какой-нибудь приправки там по вкусу я вот допустим всегда вот такую добавляю везде это в общем проверено годами для начала нам нужно подготовиться нам нужно нарезать лук полукольцами нам нужно натереть морковку на терке чтобы она была миленько и везде и по мясу мясо должно быть чистым мытым и просушенным полотенчиком полотенчиком бумажным либо салфеточкой чтобы оно было сухими суховатым иначе это все будет на сковородке брызгать не очень будет итак друзья я все нарезал все натер проплакался вот и теперь нам нужно взять вот эти вот куски и обвалять их в смеси соли перца и приправки ну главное без фанатизма потому что потому что лучше досолить в тарелке чем пересолить на сковородке так берем каждый кусочек аккуратненько не сильно чтобы вот на нем был просто чтобы на нем было обваливаем вот так вот вот как обваляю включусь и так мясо я обвалял вообще в оригинальном рецепте вот этом когда-то его давно нашел была сушеная вмята вместо базилика но меня что-то не вперло и вот соответственно я решил использовать базилик базилик как-то повкуснее с мясом вот так вот мясо я обвалял почему обваливаем потому что мясо должно немножко подсушено то есть специи все равно такой эффект некий сухости дают вот ну что особенно если мясо размороженное с него как бы вы его не вытирали с него все равно будет набегать по чуть-чуть по чуть-чуть вот этой вот водички и так дальше мы греем сковородку наливаем на нее немножко растительного масла лучшего оливкового но оливкового нет будет подсолнечная и обжариваем на большом огне с каждой стороны даже вот с вот этой стороны со стороны ребра я не знаю как это называется в общем со всех сторон нам нужно сделать такую небольшую золотистую корочку для того чтобы сок в дальнейшем по минимуму выходил из мяса обжариваем на большом огне на раскаленной сковороде со всех сторон по чуть-чуть нам не нужно готовить его сразу же нам нужно чтобы он просто обжарился на этом этапе примерно показываю это все мясо выложу на сковороду двумя руками все это буду переворачивать сделать обжаривать вот включить как все сделаю и так вот я все обжарил должно получиться примерно следующее такие типа стейки вот оно такое красивое золотистая со всех сторон обжаренная и очень сочная вот на этом этапе она прям очень сочная хоть сейчас решишь но нам нужно теперь обжарить вот эти овощи вот в этой же сковородке в которой мы жарили мясо потому что там еще очень много всякого вкусного осталось на ней и еще не забывайте во время того как вы обжариваете мясо подливать постоянно подсолнечное масло подсолнечное вообще масло потому что мясо очень сильно впитывает масло и у вас это все начнет гореть в какой-то момент все вот это дело выкладываем и хорошенечко обжаривай ну как хорошенечко минуты три-четыре пока не появится такая корочка золотистая красивая но и пока соответственно объем этого всего дела не уменьшится хотя бы чуть-чуть чтобы можно было дальше манипулировать маневрировать здесь сковороде блин цвет просто бомба это просто красота она запах ой на запах тоже класс ну вот немножко не получилось итак смотрите объем уменьшился лучок так слегка зарумянился это значит что пора добавить чуть-чуть пиво то есть не сразу все 500 миллилитров примерно миллилитров то может 150 чтобы это просто немножко забурлила куда-то до 150 миллилитров я добавил сбавляем газ чуть выше минимума и это пускай еще минутки две вот так красиво потомиться вот она немножко потомилась далее нам нужно выложить сверху аккуратненько вот это мясо но вот здесь до поры до времени отдыхала мы его должны выложить вот так вот аккуратненько чуть-чуть придавливая но не сильно чтобы она не касалась не касалась дна сковороды аккуратно красиво чтобы главное все вместилось еще муштица нет блин не вмещается ничего страшного что-то будет сверху лежать значит он выложил вот так вот главное вот этот сок который выбежал тоже пусть там будет там ему самое место теперь мы это все готовим примерно вот в таком виде ну примерно наверное минут минут десять периодически нам нужно будет нижние поднимать потому что все снизу не вместилось нам будет нижние кусочки поднимать нужно и верхние подкладывать на их место в общем заниматься вот этой вот очень-очень значимой штукой менять местами куски мяса и так вот я минут наверное 7 это все дело туда-сюда перекладывал и вот мне удалось наконец-то это все немножко вот так вот у компономать рука у компоновать такое слово тяжелое чтобы это все дело вот вместилось теперь самое время для того чтобы сверху бросить немножечко базилика или мяты там что вам нравится вот так готовить будем без крышки чтобы пиво испарялось нам нужно чтобы пиво испарялось далее вот у нас осталось здесь остаток пива нашего мы его аккуратно заливаем сверху заливаем чтобы она у нас не вылилось но и чтобы мясо было по возможности покрытым не влезет не влезет все влезла если не влезла не беда нам нужно выпарить это все пиво которое мы туда залили мы его будем выпаривать долго то минут 40 наверно 30 на самом на самом-самом медленном огне все пускай она вот так вот тушится периодически можно подходить опять-таки менять местами кусочки мяса чтобы это все дело максимально было в пиве максимально протушивалась еще что хочу сказать по поводу алкогольных напитков именно вот в кулинарии если по рецепту написано 50 грамм красного сухого вина то это должно быть 50 грамм красного сухого вина иначе вы не получите тот тот вкус и запах который изначально шеф-повар который составлял рецепт вкладывал в него потому что у любого слабо алкогольного напитка будь то пиво вино медовуха неважно все что бродит именно вот так вот не перегоняется то есть если это не виски там не бурбон не коньяк а именно вот эти вот легкие алкогольные напитки они все при процессе кипячения и испарения из них спирта они все начинают становиться кислее то есть там проходят очень сложные химические процессы в течение которых выделяется именно кислота поэтому если в рецепте написано 50 миллилитров вина это должно быть 50 миллилитров вина если 500 миллилитров пива значит 500 миллилитров пива вот так вот вот так это все красиво булька это еще хочу кое-что сказать не пытайтесь добавлять больше газов на самый минимум поставили может чуть чуть выше чем минимум потому что пиво оно имеет свойство пениться и она у вас начнет пениться и вылазить за края за края сковороды и загаживать вам всю кухню а как мы знаем главное правило мужской кухни мужской готовки мужской кульнарии это чем меньше мы загвоздаем кухню тем меньше нам ее потом нужно будет мыть короче решил я все-таки закрыть ее крышкой ну как закрыть крышкой у меня эта крышка по диаметру меньше чем сковорода поэтому испарение все равно будет испарение пива будет получится такой импровизированный табак или табака та штука которой прижимают цыпленка до бока к сковороде чтобы он он был именно цыпленком табака вот почему потому что были мясо слишком много немножко не подрассчитал для моей маленькой сковородочки вот и меня смущает то что она все не протушится так как положено вот процесс идет полным ходом он так здесь все бурлит кстати лук под практически растворился вот поэтому лука надо много вот здесь параллельно варю рис тоже почти все готово вот ждем пока все это сготовится как определить готовность до года вот этой жижечки но наверное будет раза в два меньше чем сейчас и она знаете она должна стать такой густой густой да так вот и знаете как будто как на крахмалины что ли и так примерно вот так вот это все должно выглядеть сейчас вот она уже готова сейчас нам нужно будет выключить газ вот теперь нам нужна будет крышка будем использовать ту же самую все это накрываем и пусть она отдыхает минут 15 наверное до 15-20 чтобы это все остыло немножко дошло немножко волокна мяса расслабились потому что когда мясо готовишь они они напрягаются они сжимаются и если начать кушать прям сейчас да вот с пылу с жару то будет не так вкусно как чуть-чуть обождав вот так это все выглядит полностью готовым вы наверно думали для чего здесь лежит этот пучок петрушки все видео сейчас я вам покажу для чего а и красиво ну так вот щеки щеки для то для тех людей которые любят жевать мясо любят такую текстуру мясо которая которую нужно жевать вот если вы любите что-то помягче то вам нужно будет взять именно вот говяжий антрикот вырезку сочная вкусная она будет сто процентов мягким но даже вот это вот при нажатии на него она знаете ну так рвется все красиво разминается в общем это круто это очень вкусно дальше я говорил готовим без крышки чтоб пиво выпаривалась я больше не буду готовить без крышки с крышкой круче с крышки но намного классно лучше получается этот соус прям бомбический я уже попробовал не сдержался вот без крышки он чуть чуть суховат вот не знаю как может быть этот соус суховат быть вот неважно просто с крышкой вкуснее дальше свинина растворилась полностью так что свинину нужно готовить отдельно от говядины ну открыл америку вот еще как вы помните солили мы очень мало поэтому нам нужно сейчас взять и чуть-чуть присолить не сильно тот кому нравится посильнее сам до 100 вот так все засолил все кухню еще попробуем что получилось нет когда с крышкой тушить и щеки тоже получаются мягенькие мужчину очень мягко очень вкусно вот всем приятного аппетита готовьте вкусно всем пока